Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ребёнку 4 года, сын пошли в садик, уже не первый садик, здесь приездами меняли. Но, как утро, он заказывает истерики такие, что воспитатели всё окей, и я в том числе. Его успокаиваю, говорю, что попозже чуть заберу, побудь здесь, вдруг что понравится, попозже будет друг у тебя в садике. Он орёт, забери меня, воспитатель уже сказал, он может обратиться к психологу. Он во все садики идёт утром и орёт, кидается, всё кидает и бьёт. Меня он встречать не ставит, поэтому думаю, в садик не хочет идти, так как там он успокаивается, становится послушным, всё делает и с чужими людьми тоже. Как я на горизонте появляюсь, всё, можно расслабиться, после садика он нам не отыгрывается. Отец ребёнка приезжает и занимается с ним, но редко он живёт в другом городе, но они каждый вечер общаются по видеосвязи. Я уже не знаю, что делать, я с вами скоро пойду к психиатру от его такого поведения. Вопрос задан анонимно, поэтому, соответственно, будем обещать, ну называть анонимом. Ну, совершенно очевидно, что это мама, да? Вот. Смотрите. Здесь вы столкнулись со следующими моментами. Переезд. Это стресс и тревога для ребёнка. Чувство нестабильности и чувство непостоянства. Плюс совершенно отчётливо чувствуется ваша неуверенность в себе в данном конкретном случае. В данном конкретном аспекте чувствуется, что вы не уверены в себя. У вас, на мой взгляд, есть проблема с отделением от ребёнка, то есть проблема личных границ. Вот. В этом смысле слова. В этом смысле проблема личных границ. Потому что вы как будто бы с ребёнком находитесь в клиенте. Вы ждёте, что ребёнок будет вас, значит, как-то слушать, да? Да, вы ждёте, что ребёнок будет, ну, как-то вот, вас уважать, да? Но, как бы вопрос, который уместен, на мой взгляд, было бы себе за этим звучит так. А с чего бы ему это делать? С чего бы, с чего бы ему вас уважать? То есть, ну, уважают тех, кто уверен в себе, тех, кто, как бы, разграничивает себя и другого. И, к сожалению, к сожалению, не похоже, что бы вы так делали. К сожалению, не похоже, что бы вы, ну, отграничивали себя отрубингом. К большому сожалению, судя по тому, что вы описываете, судя по тому, что вы говорите. И вот это серьёзная проблема. Дети довольно часто делают вот так, как описываете вы. То есть, ну, при родителях, вот, преимущественно, при маме, позволяют себе, значит, ну, какие-то вещи. И, на мой взгляд, это вопрос того, насколько хорошо расставлены ваши личные границы. Вот, судя по тому, что вы описываете, я бы сказал, что они не расставлены. И, ну, опять же, понимаете, я надеюсь, вы понимаете, что ребёнок не мог бы вам командовать, если бы вы ему, во-первых, этого не позволяли бы, с одной стороны, а с другой стороны, если бы вы этому его не научили. И, соответственно, вот такой аспект нужно учитывать. С одной стороны, у вас есть влияние с ребёнком, да, с одной стороны, вы как будто бы, вот, с ребёнком одно целое, потому что вы говорите, что мы, там, пошли в садик и так далее. Вот. И, с другой стороны, вы как будто бы, вот, не уверены в себе. Вот. И, соответственно, ваша тревожность, на мой взгляд, может быть даже гиперопека ребёнка, то есть, ну, чрезмерная такая вот забота о нём, играет здесь свою роль. Довольно такую вот, ну, серьёзную, так скажем. Вот. И, соответственно, на это вам нужно обратить своё внимание. Так же, на что бы я хотел, чтобы вы обратили своё внимание, это на то, пожалуй, что вы не задаёте вопрос. Вопрос у вас, в данном случае, как будто бы отсутствует вопрос. То есть, ну, вы говорите, что да, я бы, я вот, такими темпами пойду к психиатру, это понятно, потому что вам тяжело. Но, в чём ваш вопрос, в данном случае, то есть, какую проблему вы хотите решить? На самом деле, часто, довольно часто бывает так, что, вот, знаете, не ребёнку нужно обращаться к психологу, да, не ребёнку, а родителю. То есть, родителю нужен психолог. И, соответственно, если вы сами займётесь собой, если вы займётесь своим вот психологическим здоровьем, например, да, точно, вот. Если вы будете о себе заботиться, вот, то у вас будет больше шансов и больше возможностей для того, чтобы взаимодействовать с ребёнком более конструктивно. Сейчас у вас такой возможности, судя по описанию нет и ресурсов нет, потому что вам достаточно тяжело. Поэтому, на мой взгляд, решать нужно в первую очередь вашу проблематику, проблематику, которая есть у вас. Вот. Вот примерно такой ответ я мог бы вам сейчас предложить в качестве обратной связи на ваши проблемы. Значит, вы пишите, что отец живёт в другом городе, нужны конкретные сроки, когда он вернётся, потому что, ну, когда вы будете вместе, потому что присутствие, но в то же время отсутствие мужской фигуры очень сильно влияет. Очень сильно влияет на поведение, на поведение ребёнка, на то, как человек себя чувствует, как человек себя ощущает, это всё довольно сильно влияет. Вот. Я понимаю, безусловно, что, ну, не всё, не всё, не всё решаемо, да, в данном случае, не всё, возможно, зависит от вас, и я это прекрасно, прекрасно это понимаю. Вот. Ну, тем не менее, вот, хочется, чтобы вы учитывали этот аспект, да, и всё же озаботились, ну, озаботились бы тем, чтобы отец ребёнка, ну, по возможности присутствовал. Ну, вот, по возможности присутствовал и по возможности участвовал в специальности. Это не занятие, это не занятие, вот, что важно понимать, да, это не занятие с ребёнком. То есть, вот, для меня несколько непонятно было, вот, то, когда вы написали, да, что, ну, сейчас, там, он с ребёнком занимается. Вот, я этот момент, ну, не очень понял, что значит, занимается с ребёнком. То есть, как бы, с ребёнком далеко не всегда, ну, именно нужно заниматься, вот, с ребёнком, в общем-то, достаточно проводить время, вот, уделять ему своё время. Очень похоже на то, что ребёнок здесь привлекает к себе внимание, что говорит о том, что внимания ему не хватает. И это может быть как раз связано с тем, что никто с ним не общается просто так. То есть, вот, постоянно как-то такая идёт, ну, идёт постоянное напряжение, да, идёт какое-то, вот, какое-то, ну, какая-то гонька, гонька, может быть, идёт, да, вот. Ну, по ощущениям, опять же, ребёнка, например, и, соответственно, на него, как будто бы, нет времени. Вот, такие дети очень часто, как раз таки, вот, проявляют и стероидную модель поведения. То, что ваш ребёнок делает, то, что попытка проявлять не надо. Вот, ну, и, соответственно, манипуляция вашей, вашими, вот, внутренними конференциями. А, конфликтами, так, 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 так можно сказать, да, вашими внутренними конфликтами, которые, вот, ну, у вас присутствуют. Вот. То есть, тут вот, в нескольких направлениях, получается, необходимо двигаться. Само, само собой, само собой, само собой. А, я не знаю, готовы ли вы работать над собой, вот, я не знаю, готовы ли вы, ну, что-то менять, вот. Или вы обратились, как бы, ну, просто, чтобы, вот, как-то пожаловаться. Опять же, такой вывод я делаю на основании того, ну, на основании того факта, что вы не задаете вопрос, вот. Но, в целом, есть ощущение, что вы немножечко так, вот, потеряли себя, потеряли, потеряли себя, потеряли сами. Вот, ребенок это чувствует, его это тревожит, тревожит, и, соответственно, он должен, таким образом, пытается обрести границу. То есть, это, это попытка почувствовать, ну, какие-то границы почувствовать, ну, что можно, например, да, а что нельзя. Ну, ну, вот, пример, пример. Вот это такой способ для человека. Вот, да, способ, безусловно, не идеальный, вот, способ, безусловно, деструктивный достаточно, вот, но... Дети довольно часто используют то, что им доступно. Так что, вот так. Вы говорите, что реакция ребенка для нас является шоком, и я бы хотел уточнить, какими чувствами, может быть, вы встречаете его, его реакцию. То есть, какие-то чувства у вас. Это очень важно, потому что, если чувства в целом негативные, если чувства, вот, в целом такие деструктивные, то вряд ли ребенок будет вести себя, ну, в другом. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, ну что же, на этом, давайте будем заканчивать мой ответ. Я надеюсь, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, что какую-то пищу для размышления у меня получилось вам предложить. Вот, я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью, вот, к психологу, потому что самостоятельно, скорее всего, вы с этой ситуацией не разберетесь именно с силой того, что вы находитесь, как бы, во властях привычных моделей своего поведения и, соответственно, вам весьма тяжело будет найти выход. А психолог может, как бы, вам помочь. Вот. Ну и последнее, на что я хотел бы обратить внимание, вот, вы говорите в головке, что ребенок мной командует, но это происходит только потому, что вы позволяете командовать собой. А вот, почему-то вы, вот, позволяете ребенку это делать. Может быть, и не может быть, и чувство вины за переездом, за то, что он не может найти друзей. А если, вот, чувство вины есть, да, то с ним необходимо проработать, чтобы его не было, потому что ребенок, ну, может, может чувствовать, что вы себя вините. И этим пользоваться. Так же. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь.